Приветствую всех, с вами по-прежнему я, Ростик Мистик, и это моя, я не знаю даже какая, попытка записать Dark Souls Remastered. Первая часть, разумеется. Так, следующий персонаж. У меня уже есть, так сказать, шаблон, которым я пользуюсь. Мое имя стандартное, которое я всегда вожу. Блин, я сейчас нагадил. Вот, все, не нагадил, починил. Ну, допускающее, в этот раз будет мужской. Класс, поставлю воин, потому что он сбалансированный по характеристикам сила-ловкость. Какие мне сейчас как раз такие нужны? Мне нужно 20 силы и 18 ловкости. По этим характеристикам кто-то уже мог понять, что мне нужно, и к чему я сейчас стремлюсь, почему я перезаписываю постоянно. Но я пытаюсь выбить себе меч. Кажется, 10 или 20 процентов шанса выпадения. В первой попытке у меня выпал, но были проблемы со звуком и видео. Я не смог это просто починить и забил на это. Здесь, скорее всего, проблем уже не будет, потому что я решил свою проблему. У меня отставало видео, кажется. Звук был быстрее, видео было не быстрее. Потому что видео я записывал в 50 фпс, а не в 60. Сейчас записываю в 60. Я именно в бандикаме себе такую настройку ставил. Дар. Что по дару? Благословение богини могу найти. Нет, это хилка, я так понимаю, юзельсная. Черную бомбу могу найти. Очень хорошая штука, прям вообще полезнейшая. Но ее можно найти. Человеческ можно найти. Бинокль можно найти в самом начале. Медальон. Не знаю, что это такое. Зачем мне нужен отмычка, то, что я возьму. Кольцо существа крохотного юзельс. Кольцо старой ведьмы. Тоже юзельс. Можно будет просто поговорить с одним нпсом в одном из моментов игры. Все. Больше оно, мне кажется, для чего не пригодится. Я не уверен, если вы знаете больше, напишите в комментариях. Серьезно. Я знаю, что по этой игре есть википедия. Я надеюсь, сейчас не было страшного громкого звука, потому что я продвинулся быстрее поближе к столу. Прошло всего две минуты, а я уже так тараторил. Почему? Потому что я устал. Я спешу. Да ёкарный бабай. Кто? Ваш комментарий понравился. Да ё-моё. Я проверил, просто проверил. Создам себе персонажа с большой головой. Не просто персонажа с большой головой, а темнокожего. Лысого. С рыжими волосами. Персонажа темнокожего, лысого, да. С большой головой. Всё, принять. Когда я могу принять, и подтвержу всё вот это дело, у меня пойдёт ролик. Но этот ролик вы, скорее всего, увидите в конце. Потому что... Ну, блин, я тысячу раз его уже видел, а длится он, кажется, минут 4, может быть, 5. И чтобы вы сейчас не скипали этот ролик, ну, либо не смотрели, я, разумеется, засчитывать ничего не буду, там будут субтитры. Я вставлю его в конец видео. А конец можно спокойно скипать уже, когда вот прям... Я скажу вам пока, мол, всё, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь. Ещё рано. Тогда после всего... После всех моих слов вы увидите, что ещё ролик будет в этот тип. Всё. Кому интересно просто. Поехали. Кольцо Тёмной Луны. Не знаю, как его получить. Да и не очень интересуюсь. Ладно, это я покажу. Ничего не буду зачитывать сам. Субтитры внизу. Чтобы я не суфлировал, вам наверняка это не понравится, потому что мне это не нравится. И постараюсь не перебивать этих дикторов. Здесь вроде как один диктор. Вот она. Ребята ловятся. Бунт в тюрьме. Даже ручку тянет. Но никто тебе не поможет, друг. Проходить я буду со спойлерами. Ну, в плане до того момента, пока я сам не проходил максимальное расстояние. Я доходил до крепости Сена, если кому-то это что-то говорит. Я не позиционирую себя как прям жуткий новичок в этой игре, но все-таки я играю как лох. Как очень слабый лох. Играю на пиратке. Заметь. Не будет никаких фантомов, именно которых мультиплеерных, которые могут быть читерами, перекачанными и прочее. Только потому и играю. Ну, еще потому что не хватает денег, чтобы купить себе лицензию. Так бы, разумеется, поиграл. Я был бы очень рад встретиться с игроками и поубивать их, и поумирать от них тоже. Ведь души-то не теряются, когда тебя убивает игрок. Но все-таки это очень сильно мешает, когда ты не согласен с торженцами. Это называется вторженцами. Если вы играете с лицензией в это, или играли когда-то, то вы, думаю, меня понимаете, что не всегда вторженцы, это приятно. Ключ от темниц в подземелье. Рыцарь нас спас, пока я что-то рассказывал. Я, на самом деле, уже забыл, что я рассказывал. Видишь, эту огненную землю, это все обучение. Я это все умею, читать это не буду. А эти ребята, которые тут стоят, их можно поубивать и получить себе немножечко начальный душ. По 21. А это наш босс. Босс, который ходит по горе золота и костей. Босс, которого нам рано или поздно придется убить. Вонючка, магический. Как же я тебя ненавижу. Че стоим? Собака. Вот отсюда мы спрыгнем. Блин, столько спойлеров. Ну, они вообще ни на что не влияют, просто по факту. Потому что, ну, блин, я буду это делать. Если ролики по этой игре будут набирать просмотры, то я, разумеется, буду продолжать пытаться пройти. Пытаться. Я не обещаю, что я прям возьму и пройду ее. Игра сложная. И никто меня не ведет. И, типа, сейчас я просто выбираюсь. Мне кто-то говорил, что мне делать. Я просто встал и иду. Никто мне ничего не говорил. Я-то знаю, что я должен просто выбраться из тюрьмы в данный момент. Ну, и босса там первого срази. Ну, это типа обучения игре. И единственное, что меня ведет, это вот эти вот подсказки на земле. Возжигаю костер. Точнее, просто разжигаю костер. Разжигать и возжигать, это, оказывается, разное. Посижу возле него. Почему бы и нет? Кстати, мне интересно. Теперь вот эти ребята отреспавнились. Ай, ладно, не буду с вас спускаться. Скорее всего, отреспавнились. Я же их не до конца убил. Тут у нас ждет наш первый босс. Выходи, подлый трус. Выходи. Все буду спойлерить. Сейчас я тебя... Короче, два урона. Два урона я валю от него. Я просто показал, что я с ним сейчас не справлюсь. Если бы я взял черные огненные бомбы, я бы с ним справился. Базару ноль. Но сейчас без этих бомб я с ним ничего не сделаю. А если бы я убил его в первый раз при первой нашей встрече, я бы получил эксклюзивную шмотку, которую можно получить только с него, как я понимаю, его собственное оружие. Так, треугольный щит. Сейчас поясню за Дарк Соулс. Здесь нет паузы. Хочу залезть в инвентарь. Паузы нет. Я вот в режиме реального времени... Так, вот сюда надо поставить. Я лезу в инвентарь. А этот чувачок дальше стреляет. Увернулся. А ты не попал. А могу я его кулаком ударить? Один урон! Все. Подожди. Я не готов. Он стоит за углом. Надеюсь, не додумается обойти. Поэтому я сразу можно быстрее. Еще одна проблема, блин. Что я могу иногда ударить стену. Спасибо за душу. Но, блин, не спасибо то, что мне лук не отдал свой. Мне бы на самом деле понадобился его лук. Блин, я планирую... За две минуты я успею? Не успею? Полностью все это пройти? Не, не успею. Точно не успею. Вон там лежит шмотка. Добыть ее пока что не могу. Но потом покажу, как добыть. Ну, не очень. Прям потом, но прям потом. Ну, не сейчас, в общем. Да. Так, я иду сюда. Открываю эту дверь. На потом. Пригодится. Поверь. Не, не успею за две минуты. Ты забыл про тебя. Как я мог забыть? Твою ж за ногу. Я видел, там стоит ублюдок. В общем, заговорился. Просто заговорился. Этот товарищ нас спас, а теперь сидит здесь. Офигенный хит, кстати. И меч интересный. Про броню даже ничего не говорю. Я тебя выслушаю, друг. Я специально скипаю некоторые дела. Ну, типа, они должны длиться дольше. Но я стараюсь как можно побыстрее дойти до того момента, когда я могу играть более размеренно. Пока что этот момент не настал. Один выпуск, точнее одна серия, равняется 30 минутам примерно. Плюс-минус. Почему? Не, не минус. Плюс скорее, потому что может быть больше, чем 30 минут. Ты не выполнил свое задание. И ты хочешь поручить его мне, твою мать. Он дал мне фласку с эстусом. Очень полезно. Это хилка. Не единственная в игре. Но, тем не менее, хилка. И ключ. Он дал мне ключ. Хорошо, друг. Фласочку пить на букву R. Выпью. Не пойду. Он умер. Он умер. Что ж, когда-нибудь я с ним встречусь. Если уж он умер. Притом, что он такая же нежность, как я. Просто он в одежде. Вы не видели то, что с его кожей происходит. Хотя, возможно, он принял человеческую форму. Но, опять же, я не уверен. Кстати, что? Это какая-то статуя или это дырка в стене вон там? Ладно, я не знаю. Честно, первый раз встречаю. Это все обучение. Обучение тому, что я могу вот так вот в две руки взять оружие, чтобы наносить больше урона. Иди сюда. Иди сюда. Оба. Я знаю просто, что меня там ожидают. Там засада небольшая. С этим лучником, блин, саным. Ударишь, выстрелишь. Лох. Дай пройти. Фу, лох. Не попал. Дай лук, пожалуйста. Я так не хотел тратить тысячу валюты на лук. Сейчас покажу тебе вот это. Вот это я делать на самом деле не умею. Мне сейчас очень сильно повезло, что я здесь мог сделать. Но вот этому надо учиться. Это полезная штука. Я не помню, как она называется. Но она полезная. Открываю дверь. Нет, нет, не открывается. Вот там как раз таки и лежит наш лут. То самое нечто. Тот самый предмет, который я показывал это колечко, которое позволит мне в воде ходить как можно быстрее. Блин, я ударил по системе и ногой. Надеюсь, сейчас ничего не случится. Не должно. Окей. Сразу приступлю к боссу. Вот актера туре. Эй, неудобно понимать. Непонятно, что я говорю. Я говорю что-то... Что-то бессмысленное. Дай я по тебе ударю. И увернусь, блин. Я не планировал получать на тебя урон, друг. О, взлетел. Камера сильно трясется. Надеюсь, это... Ну, не сильно для вас противно, потому что... А пофигу, я, блин, страдаю и вы страдаете. Увернуться можно практически от любой атаки. Практически от любой. От некоторых, как я понимаю, увернуться все-таки никак нельзя. Так, мне вон туда. Дверь сзади открою. Это сама. А эту дверь я должен открыть. Тоже сам. Что ж, сейчас буду очень быстро пытаться пройти. Не, ну, разумеется, я сейчас начальные этапы я не так быстро буду проходить. Потом чуть... Нет, начало-начало я буду проходить не так быстро. А начало... Середину начала я буду проходить быстро. Потом опять не так быстро. Потому что дальше ничего такого сверхважного у меня не будет. А сейчас у меня в планах просто есть добыть себе этот самый меч. Меч темного рыцаря. Черного рыцаря. Что ж, ролик. Его я пропускать не буду. Потому что... Потому что это мое превью. Большая ворона меня спасла. Имени у нее нет. Да, вы загуглите ворона в Dark Souls и там вам дадут имя Снагли, но это не Снагли. Честное слово. Кто такая Снагли или кто такой кто такая, скорее. Вы поймете позже когда-нибудь. Если будет много лайков, просмотров и вообще хоть кто-то будет смотреть это прохождение. Мне пока рассказывают, куда я отправляюсь. Я отправляюсь в Лордерн. И там я, наверное, проведу большую часть игры. Я так думаю. Потому как максимально сколько я был в этой игре я всегда был в Лордерне. И возможно Лордерн это оно и есть как бы мир. Игровой мир. Просто я об этом не знаю. Я не шарю за историю Dark Souls от слова почти совсем. Что ж, спасибо Ворона за доставку. Поставлю 5 звезд. Что-то у меня с кадрами как будто бы. Но кадров 60. Ровно 60. Кстати, не прыгают вообще. Здесь я могу получать новые уровни и зажигать костры. Этот костер уже горит. Почему мне не дали человечность? Видимо, не заслужил. Что ж, ладно. Сразу отправляюсь тогда забирать вот... А, здесь 3 человечества. Но это не то. Это совсем не то, на что я рассчитывал. С тобой я говорить не буду. С ним можно поговорить. Он будет тебе рассказывать советы начальные. Но я-то все это уже знаю. А ты, ну как бы, смотришь, как я играю. И играешь почти так же. А сейчас я показываю, где что можно найти в начальных этапах. Так, тут у нас лежат огненные бомбы. 6 штук. Пока что я их не кладу в активный слот, чтобы использовать. Просто потому, что я не хочу сейчас их использовать. Да, я посижу все-таки возле костра. Мне нужно, чтобы я фласочки свои восполнил. Так, души свои тратить я пока не планирую. Вообще ни капли. Ай, нет, не планирую. Хотел потратить, но не буду. Так. Петрус. Петрус, прости. Я не буду держаться от тебя подальше. Мне от тебя нужно кое-что получить. Я пропустил ничайный диалог с ним больше, чем хотел. Я не отказываюсь, друг. Я знаю, что это для меня. Все, больше я от тебя ничего не возьму. Медная монета. Мне она... Я не знаю, где она мне нужна. Честное слово. Продавать шмотки здесь пока что нельзя. Ну, как бы, есть возможность продать шмотку, но это не то. Это не совсем возможность продать шмотку, сколько возможность кормить шмотку, получить за нее души некоторое количество. И то пока что я не могу это делать. Что здесь? Здесь душа в твердом виде. Вот то, что вы у меня видите снизу справа 2340. Это количество душ, которое у меня сейчас есть. Это в жидком виде, так сказать. Я не знаю, в душевном виде. Которые при смерти остаются на земле, а при еще одной смерти, если не успел их забрать, они исчезают навсегда. Твердые души, которые я вот сейчас собрал. Ну, твердые. Может, она не твердая на самом деле. Для меня она твердая, потому что я так думаю. Она никуда не исчезнет, пока я ее не применю. Я применю ее, и она станет жидкой. Душевной. Жидкой. Называю ее жидкой. А вон там, вот видишь, предмет валяется. Это ключ к нашему попаданию обратно. В то место, где мы, так сказать, проснули, где нас разбудили ото сна и освободили. Чтобы подраться с боссом, которого мы видели за той клеткой. Ну, и с вороной пообщаться. С одной. Не с этой, с другой. С нагли зовут. Вот. Это, кстати, в прямом смысле слово ключ. Это реально ключ, и его можно достать. Пока что я туда не буду попадать, потому что смысла это не имеет. Я очень слабый. Меня очень быстро убьет этот босс. Да даже обычные мобы, которые там появятся, тоже меня быстро убьют. За сундуки хочу поговорить. Сундуки. Это как бы обычный сундук, но он не совсем обычный. Он обучающий. Я так сказал, и оно так и есть теперь. Почему он обучающий? Потому что я сейчас тебя обучу. Как отличить сундук от не сундука, от мимика, скажем. Потому что здесь есть такие сундуки, как мимики, которые, если ты в них залезешь, они тебя сожрут. Очень просто. Видишь, цепочек справа. Если цепочка, кончик цепочки повернут назад сундука, то это обычный сундук. Если на тебя кончик смотрит, то это сундук-мимик. И вообще, ты не сможешь ему так близко подойти, чтобы проверить, скорее всего. Потому что, ну, ты увидишь. В общем, почему? Он тебя сожрет. Здесь у нас много сундуков. И, заспойлерю, в начале, ты, кажется, мимиков нигде не встретишь. Ты встретишь их только в крепости Сена. Как раз таки в том моменте, где я и остановился. Потому что у меня проблемы были с записью видео. Хорошо, что у нас тут? Тут у нас предмет для мультиплеера. Но у меня пиратка, и я не смогу его использовать. Не знаю, как он действует. Точнее знаю, но не помню. Тут у нас два вида оружия. Моргенштерн и талисман. Талисманы мог купить у Петруса. А Моргенштерн, ну, видимо, только здесь найти или еще где. Полезная штука Моргенштерн. А талисман, я ни разу не играл за клирикой, поэтому не знаю. Кто играл, расскажи. И... Косточка возвращения. Неимоверно полезная вещь. Не помню, что она делает. Подожди, проверю. Проверю и тебе прочитаю. Возвращает к последнему костру, у которого я отдыхал. Да, все. Все верно. Все души остаются при этом около меня. Не около меня, у меня. Вот. Все души остаются у меня, и мне ничего не грозит. Но оно требует временное применение. Все. Это я рассказал. Знак тимой. А это почти как косточка вот эта, которая возвращает костру. Только он еще и все мои души, всю мою человечность забирает. Дерьмо, в общем, не надо применять, нафиг не надо. Так. Залезу сюда, в снаряжение. Вот сюда я повешу сейчас Моргенштерн. Сейчас засру свой инвентарь всяким дерьмом. Так. Зачем достал Моргенштерн? Сейчас мы встретим врагов, против которых Моргенштерн очень эффективен. Открою сын для начала, заберу отсюда тельсман Ллойда. Не помню, для чего он нужен, но в принципе он мне не нужен. Я его не использовал никогда. Ребята. Скелеты. Так. Ну, у меня еще 10 минут, так сказать, времени. Оп. Я один раз смог по ним попасть, теперь они будут всегда разваливаться, пока я буду по ним вот так бить. Ну, если он, конечно, не будет уворачиваться. Почему я не хочу, чтобы он по мне попадал? Надеюсь, я тебе не продемонстрирую, честно. Походу, продемонстрирую сейчас. Подожди. Я очень не хочу тебе демонстрировать. Походу, демонстрирую, все демонстрирую. Видишь, вот эта фигня у меня появилась такая в статус баре моем. Прям. Прям вот возле скелетов, которая уже прошла. Это кровотечение. Это статус кровотечения. Когда он заполнится, у меня будет здоровье убывать, причем конкретно так. И чтобы излечиться, нужно, кажется, будет каким-то мхом себя помазать. Но этого мха пока что у меня нет. И добыть возможности тоже нет. Единственное решение либо умереть, либо посидеть возле костра. По факту, ты просто окажешься возле костра. Кастрированный. Открывайся, вставай. Отдай большую душу пропавшего мертвеца. Сухом виде. Дай. Выдарю. Жду пока собираются, чтобы сразу ну вот так вот. Чтобы сразу ну вот так вот. Все объяснил по-царски. Зря я это сделал сейчас. Дай. Ударю тебя. У тебя. Желательно. Так, тот парень развалился, а тут развал... Крыса. Ведь с него что-то может выпасть наверняка. Я не знаю, кстати говоря, может ли что-то выпасть на самом деле. Правда не знаю. Если что-то может, то я, видимо, только что это просрал. Потому что так оно и обычно и бывает. А если ничего с него выпасть не может, ну хорошо, значит. Значит, я не расстроен. На самом деле я не планировал их сейчас убивать этих скелетов. Я планировал просто от них убежать. Ну, типа бегать и собирать лут. Я очень сильно остерегаюсь их ударов, потому что они бьют очень больно и очень быстро. Вот это сейчас не быстрые удары. Это тебя просто он франкует. А потом показывает, типа, он такой медленный. Ну-ка, убери щит. Твою мать! Два удара. Два удара и чуть не умер. Давай все пьем, короче, насколько возможно. Не попал. Ну все, ребята. Я хотел сказать, вы попали, нет? Да, вы попали, но по мне. Сейчас жадничаю. Реально жадничаю. Так не надо делать никогда в Дарк Соулсе. Я буду гайдом, как не надо делать, короче, походу. Потому что я играю явно неправильно. Многие меня сейчас критикуют, игроки в Дарк Соулс. И я их не осуждаю за это. На самом деле, я осуждаю. Чего ты меня критикуешь? Мышь, сам попробуй. А если пробовал, ну и все, нюхай. Ногу. Ногу скелета. Если меня осуждаешь. Если меня осуждаешь, молодец. Осуждение плохо закончится для меня. Большая душа. То, что мне нужно. Я очень боялся этих скелетов поначалу. Кого я боюсь до сих пор? Так это вот этого скелета. Отдай. Отдай крылатое копье. А потом иди за мной. Крылатый петух. Ну-ка. Ну-ка, на-ка. Стой. Вот потому я тебя и боялся, друг. У меня камера ломается. Очень неудобно играть, когда камера, блин, ломается. Иди. Он бежит ко мне. Кто бежит, тот трансвестит. Стой. Нанеси удар. Да неважно, по мне, не по мне. О, все. Ты попал в стан волну. Ну или нет. Да, попал в стан волну. Больше он не выйдет в стана. Пока я его не убью. Я пошутил. Ну, в принципе, у меня сейчас никакого дискомфорта не... Что, не предоставил? Как правильно сказать? В общем, с ним ничего страшного не произошло. Его голова застряла в его грудной клетке. Так, стой. Теперь я с тобой буду сражаться. У меня еще 6 минут геймплея. По факту зачистка в кладбище. Но они никуда не денутся, эти ребята. Они останутся здесь, пока я их не убью небесным оружием. Стараюсь вот так бить. Чтобы задевать сразу и тебя, и тебя. Но где-то я потерялся, похоже. Мне не хочу все фласки свои тратить. Потому что я еще не закончил зачисткой этого места. Ну все, ребят. Пожалуйста, больше... Больше не вставайте. Почему я бью их двуручным хватом? Да потому что я так захотел. Блин, ё-моё. Я... Все, я докатался. Потеря крови. Вот что происходит. Будет меточка потери крови. Я буду терять очень много здоровья и крови. Первая смерть? Да, скорее всего, первая смерть. Шлем черного рыцаря. Не знаю, ни разу не получал его. Но ходят слухи, что шлем хорош. На начале. Но он тяжелый. Скорее всего, я сейчас доберусь до того места, где я умер. Заберу свои шмотки. Душу, точнее. Души. И побегу обратно. Я не уверен. Решил тут спуститься, кста. Глянь, что там. А ничего. Моста нет, кста. Кста. О чем хотел сказать еще? Жог к вороне. Ворона бессмертна. Смысла нет. Ее убивать даже не пытайся. Да вообще, она хорошая. За что ее убивать? Она хорошая, ничего тебе плохого не делает. Никакого плохого зла. Только хорошее зло. Так. Отдаешь мне сюда. Стой. Это вниз не надо пока. Сюда, наверх. На самом деле, это смысла вообще большого нет. Это сейчас все получать. Особенно бинокль, блин. Ой-ой-ой. 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 Ну, я умер. Ну, можно от всего вернуться, но не от этого, походу. Никогда их настолько много. Это же все кладбище на меня сейчас и получилось. Описание шкатулки. Вы можете прочитать на паузе. Потому что я бы не успел. В общем, кажется, я забрал туда абсолютно все, что я мог. Крылотое копье, двуручный меч, бинокль. Из ценного. Окей. Щит. Щит к дуцей. И, в принципе, все. Больше там ничего, кажется, и нет. Если что-то еще есть, ну, кроме той лестницы вниз, куда я сейчас идти не собираюсь и боюсь вообще. Кроме нее больше там ничего не оценного. Ну, сами видите, ничего больше не сверкает. Вот, кстати, эта лестница вниз. А что, давай я туда сейчас пойду, там умру. Возле лестницы этой. Мне главное, чтобы сейчас вот я забрал души. Хоп. Знаешь, что надо было сделать? Надо было броню снять. Да, они бы наносили по мне бешеный урон. Но на самом деле они и так по мне наносят бешеный урон. И мало что изменится. А теперь, когда я забрал все, я могу спокойно отсюда уходить. Ну, мог бы. Если бы не застрял. Сейчас, короче, бегу быстро. Бегу быстро, чтобы сейчас у меня не возвращаться. Кто-то упал в обрыв. Мне дали 50 душ. Как раз только за них платят. Бегу. Бегу забирать. Бегу забирать шмотку. Так, сюда никак не поднимусь. Ну да, не поднимусь. Все, быстро спускаюсь. Спускаюсь, чтобы мне на голову скелет не упал. И надо быстрее активировать костер, чтобы они его не заблокировали своим присутствием. Все. С этого момента я, наверное, и закончу. И в следующей серии... Ух, продолжу. Извини, потянулся. Что ж, понравился ролик или не понравился, оставь лайк в любом случае. Потому что, ну, блин, покажи свою активность. Просмотры. Мне нужны просмотры, лайки и, в принципе, все. Даже комментариев не прошу. Для того, чтобы я продолжал снимать Dark Souls. Ну, комментарии уже по желанию. Если хочешь там, допустим, что-то поподробнее об этой игре узнать. Из того момента, что произошло в ролике, например. Там, типа, вот, что-то ты куда-то там тогда не пошел. Почему ты туда не пошел и куда-то пойдешь. Я все обязательно расскажу, покажу в следующих сериях, возможно. Возможно, почему же. Я не собираюсь идти во все места, потому что я боюсь некоторых мест. Например, вот под этим местом, где сейчас я сижу, под этим костром, очень глубоко под землей, есть затопленный город. Мне туда явно придется идти. Я могу пойти даже сейчас. Но, тем не менее, если пойду сейчас, я очень сильно поплачусь. Потому что убить призраков, там, обитающих, я не смогу. Нет, кажется, смогу, но, блин, я боюсь. И смысла туда сейчас, на самом деле, идти нет, потому что вторая часть города все еще затоплена. Спойлеры. И я еще ни разу, кстати говоря, ее не осушал. Я не знаю, что там меня дальше ждет. Все. Дальше ты увидишь ролик, который был в начале, должен был быть в начале, точнее, после создания персонажа. А я уже с тобой прощаюсь. Давай, до скорых встреч. Пока. Возле этого костра и увидимся в следующий раз. Главное, смотри видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже сейчас есть только эмбры, и человек видит не свет, но только конкретные светы. И между живыми мы видим, Эмбры. Эмбры. Эмбры.